МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброй ранец! Информационная служба телерадио-компании Гомель начинает свою работу у эфиры. У студии работает Евген Побловец. Сегодня в Минске распространяется пятый у Себелорусский народный сход. Его делегатами стали две с половой тысячи человек за всей краины. Тему протягнет Ганна Ковалева. От Гомельского региона на пятый у Себелорусский народный сход делегованы 350 человек. У их лику люди, которые работают в сельской господарце, промысловости, социально-культурной и инших сферах. Все не ранец. На Головной площади областного центра коллеги и Жахары Гомеля проводили делегатов. Подчас сходу, разом с керавництвом краины, они дадут оценку работе, проведенной за последние пять годов. А так само обдаркуют планы на будущую пятигодку. До речи, некоторые делегаты уже сегодня готовы не просто представить конкретные идеи, але и предъявить пилное досягнение у их реализации. Мы уже защитили свой перспективный план, стратегию развития на среднесрочную перспективу до 20-го года и до 30-го года. И мы уже сегодня не первый год, а третий год активнейше работаем в плане того, что занимаемся снижением затрат, оптимизацией во всем направлениям. Конечно, один из важных приоритетов – это экспорт. И тут учреждения здравоохранения тоже не должны стоять в стороне. Хотя это трудно, но мы в этом направлении работаем. Только за прошлый год учреждения здравоохранения Гомельской области за оказание медицинской помощи иностранным гражданам получили 1 миллион 300 тысяч долларов США. Одным из представников культурной сферы региона селета станет директор Гомельского областного музея военной славы Павел Жданович. Дарыч, и зараз назву этой установы можно знайсти на республиканской дождце гонору. Указов за неосе не уступил усилу усяго некальки дзен тому. У им значится, что музейная установа признанная переможцем с поборництва за опошню пятиходку у сферы социально-экономичного развития. Я делегат от сферы культуры, поэтому, безусловно, это очень важная наша сфера жизнедеятельности. Сегодня культура играет огромное значение. Сегодня очень остро стоят вопросы, которые связаны с выполнением социальной функции культуры. Мы должны сегодня четко понимать грань между развлечением и между просвещением. Усех эти думки и идеи прогучать на всю краину уже в ближайшие два дни. Причем от тех людей, які у своей сферы деятельности за минулые пять годов, показали значное досягнение. И наше желание сегодня органов власти, мое желание, конечно, чтобы мы прибавили во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса. Прежде всего в экономике, промышленности. И мы видим, как мы сегодня поднимаем этот объем, то, что мы сегодня имеем. И мы видим перспективу развития этой отрасли в сельском хозяйстве, в услугах, транспорте, связи, торговле, строительстве. Конечно, наверное, желание любой экономики, любого государства, как можно больше иметь добавленной стоимости на одного, работающего на территории. И мы должны все понимать, чем лучше будет работать экономика, тем будут лучше созданы условия в социальной сфере. Поэтому мы все делаем для того, чтобы развивалась экономика на территории Гомельской области. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня 75-ти годы початку Великой Отчинной войны. С этой нагоды на Гомельщине отбылся марш памяти и смутку. Жалобные митинги были проведены на местах боевой славы, братских и воинских похованиях, территориях, где в военный час размещались концлагеры смерти. Наш корреспондент Вероника Ворошилина так само стала удельницей патриотичной акции. 22 червня 1941 года – фатальная дата у советской истории. И она поклала початок отлику 1418 долгим, складанным и трагичным дням Великой Отчинной. Каждый третий жахар Беларуси не вернулся с той кровопролитной войны. Марш памяти и смутку, организованный Гомельским областным отделением громадского объединения «Белорусский фонд мира», пошелся с города над Сожем. С места, где в годы войны размещался лагерь смерти, у яким от куль, пакут, холода и голода загинули свыше 100 тысяч человек. Хвилины меучения, так само церемонию складания вянковых кветок у дельники жалобного митингу, отдали данину памяти людям, которые загинули от рук оккупантов. До режима этой патриотичной акции вспомнить тех, кто баклав на алтар великой перемоги свое життя и нагадать молоде, как героичный, самахверно, советский народ оборонял и извалял родную землю от врага. Мы отдаем дань памяти и благодарности, я повторяю тем, и главное, еще мы хотим именно напомнить нашему поколению, что такое война, чтобы они именно делали все возможное, чтобы у нас был мир и мирная жизнь. Протягнулся марш памяти и смотка в Будокошелевском районе. У городским поселку Уварович и жалобный митинг отбился лябратской могилы. 12 памятных плит умястили имены о мальче 300 советских воинов. Это уродженцы обожих ары Уваровичской земли. Загинули они урозные годы Великой Айчины, а ле за одиную дыр Великой Перамоги. Кабыдновить усеих прозвища местовыми уладами, советом ветеранов и молодю, была проведена великая доследшая праца. В 1933 году Уварович начали активно строиться. Это был районный центр. И сюда проезжали с Украины, с России, с Казахстана, с Татарстана, с Башкирии, со всех сторон Советского Союза. И вот поэтому мы решили увековечить не только уроженцев, а и жителей. У целом с фронта у Великой Айчины войны не вернулось азвыше 9 тысяч жихоров Будокошелевской земли. Сегодня место боевой славы. Обелиски и Братские могилы тут бережливо заховывают память про героев безыменных и ведомых. Один из них Павел Головачоу, советский летчик, двойчий герой Советского Союза. За час войны он здесь не уколя 500 боевых вылетов, удельничал у 125 поветранных боях, сбил 30 самолетов противника. Он был и надавсюду застанется прикладом человека, который можно принял на себя удары оккупантов и самоданно смагался с ворогом. Я горжусь этим временем, этой акцией, потому что действительно начало войны не забывается. А это грустная тема. Война есть война и война, не дай Бог, никому. У Жлобини жалобный митинг отбился на центральной плясу Цигорода, площадь вызволителям. Для памятного обелиска воинов-возволителям. За час войны на территории Жлобинского района вдруг оккупантов загинуло свыше 5000 жихоров. Удвоя больше не вернулись с фронтов. Больше 15 тысяч советских воинов зараз покоятся у Жлобинской земли. Не обминули увагу удельники маршрут памяти Смутку и агрогородок Червоный Берах Жлобинского района. Это место, где у годы Великой Чыной войны проводили сбор криви у детей для пораненных немецких офицеров. Скульптура девчонки не бы просить допомоги у неба, высобляя боль о мальдюх тысяч загубленных тут детячих житев. Побач пустыкла с белыми партами, за які уже никто николе не сядя. Театрализованная постановка про то, что головная человечая богатая, гэта мир и незалежность, на головной площами мэры яла отрымалась настолько кранальной, что стремать слез не могли ни дорослые, ни дети. Трудно и очень горестно осознавать, что так неожиданно, так не вовремя оборвалась жизнь этих маленьких детей, которые могли бы сегодня радоваться этому солнцу, этой жизни, ходить в школу, сидеть за этими красивыми партами. Завитали у дельники марша памяти и смутку и у Светлогорский район. Митинг пройшел для братской могилы, где пахаваны калят трех тысяч воинов. У целом Светлогоршина стала притулком для больше як 20 тысяч советских солдат и офицеров самых розных республик былой СССР. Их имены навешно занесены в историю. У целом уроки войны и их наступства не забываются, именно витагэта дозволяя нашей Беларуси заховывать гоноровое звание миролюбивой державы и быть прикладом для инших народов и краин. Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадоя компания «Гомель». У Гомель завитали у дельники международного аутопробегу Федерального дорожного агентства Российской Федерации. По маршруте Мурманск-Брест едутся дорожники трех краин – России, Беларуси и Казахстана. У дельники аутопробегу передоляли свыше трех тысяч километров. Яны проехали по трассах Карелии, Мурманской, Ленинградской, Псковской, Смоленской и Бранской областей. У Гомеля дорожники разом с мясовыми коллегами, простовниками Аблваканкама и администрацией советского района города усклали кветки до Кургана Славы. Сюда же привезли землю с городов-героев у дельников акции. Ее высыпали допомнику по часу рашистого митингу. Финишовый международный аутопробег сегодня в Бресте в день 75-го дня с дня початка Великой Айчинной войны. Как раз те города, которые мы посещали, они первыми приняли удар фашистов. Они дали возможность мобилизовать силы для разгрома врага уже в 45-м году. У прокуратуры Гомельской области означает невеликое повеличение колькости правопорушений, здействованных неполногодовыми. К этому пытанию в летний период надается повышенная увага, будь дети часто застаются без нагляда дорослых на протяганный час. Наши корреспонденты поцикавились из ситуации. У 36-й Гомельской гимназии в этом году открытый лагерь працы и отпочинку. С 20 человек – певная частка выхованцев семья, которые находятся в социально-небезпечном становище. У администрации навышальной установки кажут, что до организации лагерь рестораны рыхтовалися. Звертались в центр занятости, минавида тут выдатковывают сроки на проведение работ. Домовлялись с предприемствами и организациями города. Для проведения экскурсии с усилием встреч со специалистами. На протягу 24 дня неполнолетние должны быть не только максимально заняты, но и отримать полезные навыки. Не только у них есть максимум заработать деньги, но и они отримывают профессиональную ориентацию. Они бывают на экскурсиях, на предприятиях, они повышают свои виды в плане правил безопасности руха и правил безопасности жизни. Они сострекаются с работниками банка, потому что экономическая грамотность на сегодняшний день очень важна. По информации прокуратуры Гомельской области, в правонаре с летним периодом все лет означается увеличение количества правопорушений, учененных неполнолетними. Личба незначная, усягу крылья больше как 2%, но тенденция не самая приемная. Причем, наибольшь складанная ситуация – с уживанием наркотиков. Хоть с одного боку тут рост показчиков можно расслабить активизацией работы правоохранных органов. Меж тем, школьные лагеры на этом тыдне у основном завершают работу, и шмат, кто со школьников до конца каникулов, снова будет продоставлены сам себе. Я думаю, что основные причины, почему дети совершают преступления – это, конечно, проблемы в их воспитании, это их незанятость. И, конечно, очень часто дети совершают такие ситуативные преступления. То есть какая-то ситуация способствует тому, что они совершают преступления. Больше внимания уделять их занятости. Олег Сентюром, Арина Северьянова, Яугин Макеенко, Тейра, Диакомпания «Гомель». Размова про злочинство супродятей пойдет сегодня в программе «Диалог». Гостям студии будет старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Вера Замойская. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» в 18.01.50. Свои питания вы можете задавать, потелефоновавши по номеру промога эфиру в «Гомеле» 77-68-45. Русский витязь наведал речицу. Вядома российский боксер-профессионал Александр Паветкин по запрошении военно-патриотичного центра до призывной подрыхтовки молодец киев приехал в райцентр, где сострялся со своими болельщиками. Тяжко-ваговик Александр Паветкин, помянушцы русский витязь, чемпион олимпийский гульняум. За час выступления на аматорском рынку и он провел 133 бои и заступил только усями из них. Стал чемпионом свету. Профессийная карьера боксера так само складывается удалом. На его рахунку 30 перемог и только одно поражение. С 2011 по 2013 Паветкин носил звание чемпиона свету тяжкой ваговой категории по версии сусветной боксерской организации. В опошнем бои, який отбылся в листопаде минулого года, русский витязь оборонил тытул сребранного чемпиона по версии сусветного боксерского совета. У Скифи спорт важная частка выховавчего процесса. Себросство чемпиона с центром началось 4 года тому. Паветкин некольки разов плановал наведать Рэджицу, однако приехать отримался только зараз. Он влияет на детей своим примером, своим примером трудоспособности, своими достижениями спортивными, своим талантом спортивным. Люди, дети, глядя на него, хотят повторить его спортивные подвиги. Александр Паветкин познайомился с Рэджицей, наведал парк Перамоги, где ускал к ветке до помника удельникам локальных войнов и военных конфликтов, а так само ознайомился с экспозицией Музея поэтра на десантных войсках и сил специальных операций. И дома же отбылась и с устреча с болельщиками, у Тымлику из наученцами центра Скиф. Чемпион охватно раздавал аутографы и фотографовался. «Отличные впечатления. Спокойно, красиво, много интересного. Я благодарю, что Владимир нас пригласил. Я вообще считаю, что мужчина, мальчик, он будет мужчиной, все равно должен быть сильным, должен любить свою родину, быть патриотом своей родины». Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадеокампания «Гомель» с Речицым. Поважаные телеглядачи, в связи с проведением Пятого Усебеларусского народного схода сёння и завтра информационные выпуски телерадеокампании «Гомель» не будут выходить на телеканале «Беларусь-1». На телеканале «Беларусь-4» выпуски новинов будут выходить без изменений. Церемония открытия Пятого Усебеларусского народного схода и выступления президента краины Александра Лукашенки будет транслироваться сёння у прямым эфиры беларуских телеканалов и первого национального канала Беларуського радио. Початок мероприемства запланованы на 12 годин. Телеверсию доклада керівника державы, так само и іншим наибольш ярким выступлений и моменты пятого Усебеларусского народного схода вы зможете убачить на беларуських телеканалах у вечернем эфиры сёння и завтра у 21 годину. На этом выпуск завершенный, у студии працавал Евген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин